Здравствуйте, друзья! Итак, представляю вашему вниманию новый обзор по результату голосования на моем телеграм-канале, в котором приняло участие более 200 человек. Кто еще не подписан, ссылка в описании под этим видео. Рано или поздно каждый из нас сталкивается с необходимостью в смене роутера, и причины тому разные. Поломка, либо желание увеличить скорость или покрытие. Я не исключение, и хотя мой нынешний роутер RT66UB1 нельзя назвать ни бюджетным, ни особо слабым, но количество устройств в умном доме уже такое, что и он перестал справляться с нагрузкой. Остановить свой выбор я решил на этом же производителе. Это дало бы мне возможность использовать старый роутер и построить бесшовную сеть по фирменной технологии Asus A-Mesh. А выбор я свой остановил на модели RT-AC88U. И не в последнюю очередь в пользу этого выбора сказала то, что этот роутер на борту имеет свитч на 8 гигабитных Ethernet-портов. Поставляется роутер в большой твердой коробке с яркой полиграфией. Asus умеет делать реально привлекательную упаковку. Список возможностей и характеристик ну очень большой, и его перечисление заняло бы немалое время. Поэтому я скажу лишь самые основные. Двух диапазонный Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц. Стандарт 802.11 AC NGBA. Максимальная скорость передачи по технологии N 1000 Мбит в секунду, по технологии AC 2167 Мбит в секунду. Порт WAN Ethernet 1000 Мбит в секунду. Порты LAN 8 штук, тоже 1000 Мбит в секунду. Два USB порта версии E3 и версии E2 с поддержкой технологии Dual One. Подробнее можно почитать на сайте производителя. Задняя сторона коробки также изобилует различной информацией о элементах управления роутера, способах использования сравнительных характеристиках. Под крышкой, кстати, картон коробки очень плотный. Нас сразу встречает рекламный буклет, призывающий регистрироваться в сервисе VT Fast, одна из фишек от Asus для ускорения работы игр. Обратите внимание на толщину боковых вставок. Они все пустые и предназначены для защиты роутера при пересылке. Роутер приезжает со снятыми антеннами, которые видны в специальном окошке в нижней части коробки. Комплект поставки включает в себя роутер, 4 съемные антенны, над которыми явно потрудились дизайнеры, Ethernet кабель и блок питания. Блок питания мне достался под евровилку, работает от сети переменного напряжения от 100 до 240 вольт, на выходе отдают 19 вольт, максимальная мощность 45 ватт. В отдельной коробке пачка гарантийных талонов, кроме того, что выдан магазинам при продаже, диск и инструкция. Инструкция мультиязычная, есть и русские и украинские языки. Честно признаюсь, что про инструкцию я вспомнил уже после того, как все было настроено и запущено в работу. Надо отдать должное Asus, умеют делать красивые вещи. Внешний вид роутера напоминает неспортивный автомобиль и сразу вызывает ассоциации с чем-то скоростным. Внешних антенн четыре, две сзади и две по бокам, они съемные, могут поворачиваться и наклоняться. Это связано с поддержкой роутером технологии Multi-User MIMO, что очень важно при одновременной работе с большим количеством устройств. Сзади находятся, с левой стороны, кнопка сброса к заводским настройкам, кнопка VPS для упрощения подключения к беспроводной сети и один из USB портов стандарта 2.0. Далее, по центру, 8-портовый гигабитный свитч для проводного подключения устройств, одна из возможностей, из-за которой я выбрал именно эту модель. С правой стороны, OnePort, тоже гигабитный, разъем для подключения блока питания и кнопка включения-выключения. На фронтальной части находится, слева на торце под крышкой, порт USB 3.0. В центре, на верхней крышке, 8 светодиодных индикаторов активности. Справа на торце, две кнопки, отключение светодиодов и модулей Wi-Fi. После первого включения обнаруживается открытая сеть ASUS 482G в диапазоне 2.4 ГГц. Есть еще и 5-гигагерцовая сеть, но ее сразу мой компьютер не увидел и дальше скажу почему. Чтобы зайти на панель управления роутером, на компьютере должно быть включено автоматическое получение IP-адреса. После этого идем на адрес 192.168.1.1 или роутер.asus.com, имя и пароль по умолчанию admin.admin. Можно приступить к настройке с нуля или загрузить ранее сохраненный конфигурационный файл. Очень рекомендую не забывать сохранять настройки роутера. Роутер предлагает 5 режимов работы. У меня он будет использоваться как основной, поэтому мне нужен самый первый режим. Далее начинаются вопросы, связанные с подключением к интернету. Нужно указать необходимость ввода логина и пароля, способ подключения IP-адреса. Все эти настройки индивидуальные, зависят лишь от вашего провайдера. После этого начинается блок настройки Wi-Fi сетей. Сети 2.4 и 5 ГГц могут транслироваться под одним и тем же названием, либо под разными, для этого нужно отметить чекбокс. Например, я использую разное название. Для облегчения процесса перевода всех моих устройств, я сохраняю старое название сетей. На начальном этапе добавляю к нему единичку, чтобы не было конфликта с еще работающим роутером. И последний шаг мастера настройки, это настройка логина и пароля для доступа к роутеру вместо дефолтных. После этого отображается страница с перечнем сделанных настроек для подтверждения. На этом первый этап завершается. Теперь, заходя на роутер, можно лицезреть привычный для всех владельцев Asus интерфейс. Он по умолчанию на английском языке. В правом верхнем углу есть меню смены языков. Русский язык присутствует. Давайте вернемся к вопросу 5 ГГцовой сети, которую, как я напомню, мой комп сразу не обнаружил. Все дело в том, что из 23-частотных каналов Wi-Fi в 5 ГГц, разделенных на 4 группы, о гарантированном приеме на всех устройствах можно говорить только лишь о первой группе, включающей в себя каналы 36, 40, 44 и 48. А роутер автоматически выбрал канал 108, относящийся к группе Unit to Extended. Прописав жестко 36-й канал, я сделал диапазон 5 ГГц видимым для всех устройств. После этого комп обнаружил 5 ГГцовую сеть без проблем и подключился на скорости 433 Мбит в секунду. Я использую дома диапазон 192.168.0, адрес роутера первый, поэтому начинаю с настройки его собственного адреса. На следующей вкладке настройка DHCP, автоматическая раздача IP-адресов клиента. По умолчанию роутер раздает адреса во всем диапазоне подсети. Я отдаю под автоматическую выдачу только верхний диапазон, начиная со 150 и дальше. Все, что идет раньше, предназначено для статики. Так как управление многими гаджетами в умном доме прибито на конкретные IP-адреса, без таблички карты сети не обойтись. Она же помогает как-то упорядочить группы устройств. Для меня вбивание руками соответствий MAC-адресовой IP-адресам самая длительная и ответственная часть настройки роутера. Необходимо, чтобы все продолжало работать бесперебойно. Далее, нужно настроить подключение к интернету. Как я уже говорил, это индивидуально, в зависимости от провайдера. Мне достаточно просто указать старый MAC-адрес, который ранее использовался на старом роутере. Также роутер умеет работать в режиме Dual One, используя USB-порт, как одновременно, так и в режиме резервирования. Например, если пропадет связь с провайдером по Ethernet, то роутер может переключиться на USB 4G модем, а при восстановлении связи вернется на основной канал при включенной соответствующей опции. Для случаев, когда для приложений нужен прямой выход в интернет, роутер позволяет делать это двумя способами. В режиме переключения портов или в режиме переадресации портов. Не забываем о мерах безопасности. Если же есть необходимость размещения компьютера снаружи, прямо в интернет, то имеется опция DMZ. Asus имеет собственный сервис Dynamic DNS. Это динамический сервер имен, позволяющий получить доступ к роутеру извне, даже без наличия реального IP-адреса. И последняя вкладка меню интернет позволяет включить прохождение пакетов через VPN напрямую к устройствам в локальной сети. Раз уже вспомнили про VPN, роутер умеет работать в качестве VPN сервера, причем в трех разных вариантах. PPTP, OpenVPN, я использую именно этот вариант для доступа снаружи. Причем можно открыть доступ только в локальную сеть, а можно и разрешить использование интернет-соединения. Также есть режим IPsec VPN сервера, причем благодаря службе Dynamic DNS от Asus, без использования внешнего статического IP-адреса. Кроме этого, роутер сам может подключаться к другим VPN серверам в качестве клиента. Тем самым можно организовать одну локальную сеть для разделенных географических локаций. Из дополнительных возможностей. Можно создать гостевую Wi-Fi сеть, это полезно, чтобы не давать доступ к локальной сети. Роутер совместим с сервисом Amazon Alexa, что позволяет управлять некоторыми его функциями при помощи голосовых команд. Можно создать некоторые задачи при помощи сервиса EFTTT, например, отключать Wi-Fi по расписанию или присылать уведомления о появлении в сети какого-то устройства. А для игроманов имеется возможность ускорения работы игр путем оптимизации маршрутов. Для портов USB есть целый ряд доступных возможностей. И общий доступ к хранилищу, и сетевой принтер, и подключение внешнего 3G или 4G модема. Что касается общего доступа к накопителю, то для его настроек имеется целое отдельное меню вкладок AI Cloud, позволяющее включить и доступ извне, и внутренний сетевой диск, и синхронизацию с облаком. Все необходимые настройки сделаны, теперь можно зайти на старый роутер RT66U и в меню администрирования сбросить его к заводским. На всякий случай предварительно нужно сохранить его конфигурацию. После этого достаточно убрать лишние единички в названии сетей нового роутера и установить его на место старого, подключив к его ванпорту кабель провайдера. Все устройства умного дома, найдя известное им название сети, сразу же подключатся к новому роутеру. Теперь в меню анализатор трафика можно посмотреть активность по внешнему порту, отдельно для устройств подключенных через лампорты кабелем, и для беспроводных устройств, отдельно для диапазонов 2.4 и 5 ГГц. В карте сети роутера отображаются устройства, присвоенные им IP-адреса с указанием типа присвоения, MAC-адреса, тип подключения и его скорость. Перейдем к созданию бесшовной сети AIMESH. Для создания узла AIMESH необходимо компьютер подключить кабелем к новому роутеру, а Wi-Fi подключится к сброшенному к заводским старому. Адрес по умолчанию NASUS RT AC66UB1 192.168.51. В меню выбора режима работы нужно указать создание узла AIMESH. На следующем шаге рассказывается о способе подключения, кабель к главному роутеру и Wi-Fi к узлу. Следующий шаг перебрасывает в консоль главного роутера, причем в ссылке передаются данные узла AIMESH, которые появляются в списке, доступных для подключения. Процесс подключения занимает несколько минут. Индикатор готовности отображается на панели управления главным роутером. Роутер сообщает о успешном подключении узла и возможности работы как в проводном, так и беспроводном режиме. Узел AIMESH на базе ASUS RT AC66U теперь отображается в панели управления основного роутера. Видна модель, тип подключения и количество клиентских устройств. Кликнув на панели узла, можно открыть список подключенных к нему устройств, аналогично карте сети основного роутера. Собственной панели управления узел AIMESH не имеет. При попытке зайти по его адресу, идет перенаправление на главный роутер. Все настройки, включая обновление просветки, теперь делаются там. Правой кнопкой на лицевой панели роутера при необходимости можно отключить Wi-Fi модули. Кнопка рядом с ней отключает светодиоды, если они будут мешать. Слева под крышкой находится USB 3.0 порт. Роутер поддерживает управление, в том числе удаленное через приложение ASUS роутер. Первый раз его нужно включить, находясь в зоне действия сети роутера. После этого найти и введя логин и пароль подключить устройство. На главном экране отображается онлайн табло с количеством подключенных устройств, графиками по нагрузке и трафику. В меню AIMESH можно увидеть устройства, данные по подключению и количество беспроводных клиентов на каждом из них. В карте сети можно посмотреть подробную информацию о всех подключенных к каждому из роутеров устройствах, а также не активных в данных момент, но известных устройствах. В приложении имеется довольно обширное функциональное меню, где можно, например, посмотреть онлайн данные о загрузке каналов и ресурсов самого роутера. Также можно сделать различные настройки, такие как резервирование конфигурации, настройка черного списка, родительский контроль, FTP, SAMBA и другие. Отдельной группой идут плагины, например, облачный сервис AI Cloud, сетевой AI Player, плагин для работы с камерой и расширитель сети. Вернемся к AIMESH. У меня он работает в беспроводном режиме. Сканер сети видит по 2 сети на 2.4 и 5 ГГц с одинаковыми именами. Причем 2.4 ГГц на одном канале, я принудительно установил первый. А 5 ГГц на разный. Главный роутер на 36, а узел на 149. Это можно увидеть и в виде графика. 2 сети на 2.4 на первом канале, а 5 ГГц идут довольно далеко друг от друга в частотном коридоре. LAN-порты роутера-узла можно использовать для подключения к сети проводных устройств, например, принтера. Если есть возможность проводного соединения, то роутер-узел можно подключить портом WAN к одному из LAN основного роутера. Тип подключения будет ображен на вкладке узла AIMESH в разделе «Карта сети». Такой тип подключения позволит расширить Wi-Fi-сеть в те места, где покрытия нет вообще. В остальном особой разницы нет. Устройство автоматически будет переключаться на более мощный источник сигнала. Тест бесшовности провожу при помощи смартфона, для начала подключившись к Wi-Fi-сети 2.4 ГГц основного роутера. Мак-адрес его начинается на 40. Скорость интернет в этом тесте 37 Мбит в секунду на приеме, 41.6 на передачу. Далее ухожу в другую комнату, уровень сигнала падает, расстояние из-за стены определяется более чем в 15 метров. Примерно в течение минуты уровень сигнала резко повышается и изменяется в Мак-адрес роутера. У него еще и определяется производитель. Делаю спид-тест. Прием упал до 22 Мбит в секунду, а скорость передачи почти не изменилась в 39 Мбит в секунду. Возвращаюсь обратно и смартфон вновь переключается на сеть основного роутера. Аналогично для сети 5 ГГц. Начинаю тест с резервного роутера узла iMesh. Кстати, определение расстояния тут работает корректнее. Спид-тест. Прием вырос до 42,5 Мбит в секунду, а передача практически уперлась в потолок моего канала 96,9 Мбит в секунду. Перехожу в другую комнату. Через некоторое время телефон переключается на сеть главного роутера. Спид-тест здесь скорее ограничен провайдером, чем самой сетью. 92 Мбит в секунду на прием и 97 Мбит в секунду на передачу. Тесты повторял несколько раз. Цифры незначительно меняются, но тенденция сохраняется. Передача на узле не страдает, а прием падает в 1,5-2 раза. После этого обновления сеть Wi-Fi заработала гораздо стабильнее. Пропали периодически массовые отвалы устройств, например, светильников, которые я наблюдал последние пару месяцев. А некоторые отдельные устройства перестали спонтанно уходить в офлайн. Тут ничего уже не поделать, потому что десятки Wi-Fi устройств, которые находятся в сети в режиме 24 на 7, требуют для себя и соответствующей сетевой инфраструктуры. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!